Всем привет! Друзья, с вами снова Мила и канал Болливуд Тайм. Сегодня я расскажу вам о первых актрисах индийского кино, а это на минуточку, 1920-е годы, когда кинематограф был еще беззвучным. Патиенс Купер Патиенс родилась в Индии, но по происхождению пакистанка. Она дебютировала в кино в 1920 году и сделала успешную карьеру в немых и звуковых проектах. Ее считают одной из первых суперзвезд Болливуда. Фатима Бегум Фатима была индийской актрисой, режиссером и сценаристом. Ее часто считают первой женщиной-режиссером в индийском кино. Она открыла собственный продюсерский дом Фатима Филмс, который позже стал Виктория Фатима Филмс и сняла свой первый фильм в 1926 году. Султана Султана, также известная как Султана Розак, была одной из первых киноактрис из Индии и снималась как в немом кино, так и в звуковом. Она была старшей дочери Фатимы Бегум, первой женщиной-режиссера Индии. Зубейда Бегум Была индийской киноактрисой и принцессой, поскольку ее отец был королевских кровей. Она снялась в первом индийском звуковом фильме «Свет мира» в 1931 году. У нее было две сестры – Султана и Шахзади, обе актрисы. Зубейда была одной из немногих девушек, которые начали сниматься в кино в то время, когда это не считалось подходящей профессией для девушек из респектабельных семей, не говоря уже о королевских семьях. Сита Деви была одной из первых звезд немого кино в индийской киноиндустрии. Прославилась трилогией «Свет Азии». Руби Майерс Более известная под своим сценическим псевдонимом Сулла Чана, была индийской актрисой немого кино еврейского происхождения. В период своего расцвета она была одной из самых высокооплачиваемых актрис индийского кино. В 1973 году ее почтили премией Дада Сахеба Фальки – высшей наградой Индии в области кино за достижения в жизни. Гохар Хаям Мамандживала Также известная как мисс Гохар, была индийской певицей, актрисой, продюсером и владелицей студии. После того, как бизнес ее отца рухнул, родители согласились, чтобы Гохар стала актрисой и зарабатывала для семьи. Она начала свою карьеру в возрасте 16 лет с фильма «Удачи и дураки» режиссера Канджипхая Ратода. На сегодня все. С вами была Мила. До новых встреч!